Пацаны, здорово! А? Ночной выпуск. Собирался тормозами позаниматься, я вам об этом расскажу чуть попозже. Но сегодня будет немножко горячо. Готовлю его, понятно, к сезончику. Куча дел, список вы помните. А сейчас мне звонит оператор, говорит, Лёха, я купил Бэху, Корч, 328, чип, все дела. Говорит, приезжай, ща я тебя буду, ать, ать, ать. Я говорю, ща, жди. Вот я помылся. Помыл красавца. Вы поняли, о чем я. Сейчас поеду напихивать. Возможно. Ну, интересно, короче, посмотреть. Так что начнем с интересного, а потом я расскажу, от чего и что я сюда запихивал. Каким образом. Да, а то я намучился немножечко с тормозами, с всеми оригинальными. Оригинальными, которые пару раз меня подвели. Хорошо обошлось. Упс. Вот это да. Нормально, кстати, Бэх на разварах. Да нет, это оригинал. Здрасте. Москвич, покрасьте. Эп, молодежь. Что такое? Вы что на Бэхе сразу? Ты меня снимаешь? Ну, показывай. Ну, смотри, я сейчас в окно выйду. Вот здесь так надо, да? Да, это в Бэхе. Ну, тут все в порядке, да, наверное, нет? Нет. Сейчас пока нет. Ага. Ну, отлично. Пока что нет. Здорово. Я говорю, что вызвал меня такой, типа, хана тебе. Просто порву. Ра, есть. Отлично. Фига себе у тебя самец. Это же по сути такая же, как моя. Тут еще даже погулять можно. Тут даже фистинг присутствует. Да, да, да. Блин, плохо видно. Поняли, пацаны полностью в сапог заходит. Блин, так это... Он скок, он 10 сантиметров? Ну, да, по-моему. Даже больше вообще. Да. Бензики. А заведи. Ну, что, даже нормально. Я думал, будет вообще... Ой-ой-ой. Бега себе. Что, может, огонь даже бывает там, да? Можешь, будет. Я думал, блин, ну, судя по взрывам. Главное, не убить меня. Ой. Ого. Ого. Меня отлетают кусочки Бэхи. Молокон есть. Чисто БМВ, ну, что? Короче. Трактически прыгнул. О, у нас нет. Смирает. 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 Чисто. Прис. Продолжение следует... Так, пацаны, вообще выпуск о тормозах. Я хотел поделиться с вами. Было два неприятных момента у меня пользования москвичом, когда у меня прямо в ходу, хорошо, это была небольшая скорость, отказали тормоза. Сейчас покажу, что произошло. В целом, тормоза-то нормальные у него? Я вот в предыдущем ролике про москвича говорил, что у меня целый список доработок, которые, в принципе-то, и не надо вроде делать, но в качестве безопасности. Вакуумник. В оригинале у меня стоял справа москвичевский вакуумник. Он, кстати, не у всех, как я понял. И здесь вот рядом был цилиндр. Точно такой же. Вот, который, видимо, самый оригинальный. Он как бы еще, может быть, работает, но у меня он потек. Потом я поменял на, не знаю, какой-то вот фенекс. То есть у нас есть местный магазин, который занимается запчастями. Ну, это явно не оригинал, потому что он стоил очень дешево. Там каких-то 5 или 7 евро, может быть, 10. Но меняется он элементарно. Я поменял его один раз. Он у меня потек. Я поменял его второй раз. И он мне не то, что потек, у меня отказали тормоза. То есть хорошо это было, даже это было плохо относительно. Это было в черте города. И мне повезло, что был карман. Я ручником, как в карман автобусной остановки. Хорошо, не было автобуса. Это еще было между пешеходным переходом. Как бы очень неприятная ситуация. И просто педаль провалилась, и все. Двануло эту тормозуху. Ну, и как бы рисковать не хочется. Все-таки он едет нормально. И не дай бог это будет на большой скорости. Поэтому. Я пошел на разборку, пацаны. Взял просто рулеточкой. Начал мерить все подряд машины. Попросился. То есть меня опустили. Померил все подряд машины. И выбрал самый маленький. Оказалось, от Honda Civic 2000 года. Вот от такой Honda. Я открутил вакуумник. А он вместе с цилиндром в сборе просто вытащил этот модуль. И посмотрите, что сделал. Дальше. Понятно. То есть новые тормоза, переходники. Ой, эти трубки. Переходнички пришлось делать. Так как он впритык не влазит. То просто здесь варен кусок трубы. И вынесен он в удобное место. Чтобы просто ничего не цеплять. Ну и из всех вакуумников, что я смотрел, есть реально очень плоские. Но прям какие-то гигантские. Там даже от сестрая на Ц3 кто-то смотрел. Вроде маленький. Но просто такой блин. А это, ну, тем более сама Honda, она примерно такого же Honda Civic. Вес тот же. Даже чуть-чуть тяжелее она тормозится. Она шикарно. Короче, все это собрал. Тормоза есть. Причем шикарные. Вообще супер просто. Я думал, у меня, блин, повырывает всю подвеску. То есть вкапывается четко. Но педаль проваливается больше половины. До нужного момента. Получается, ход цилиндра не может прокачать всю жидкость. Потому что спереди четырехпоршневые тормоза, соответственно, больше надо продавливать жидкости. Я пошел, отковырял цилиндр от Honda Accord. Он точно так же становится на пазы, один в один. То есть чтобы не переделывать ничего. Ну, как бы логика простая. Honda Accord больше. И цилиндр, и колба чуть-чуть тоже больше. Я думаю, ну, поставлю, наверное, будет лучше. В итоге я не сфоткал. Там внутри немножко есть различия. Шток. Пришлось как бы кастомазить шток, который как бы давит всю эту тормозуху. Стало немножко лучше. Но теперь ход педаль маленький. То есть теперь мне надо удлинять то место от самой педали до вакуумника. Чуть-чуть больше, чтобы я педалью продавливал как бы еще больше тормозухи. Короче, в любом случае это лучшее оригинала. Сто процентов надежней. То есть даже триста процентов надежней. Я уверен, 20 лет, блин, ходил. Бушный вакуумник. Я его отмою, покрашу, сейчас столько же будет ходить. И, ну, просто у меня раз в год приходилось менять. Машина просто постояла, выезжая в сезон. Ну, как бы кошмар. Это касаемо тормозов. Я их доделал, я доволен. Чуть-чуть попрокачивать еще, немножко позаниматься, шток удлинить. В принципе, вы поняли. То есть если кому надо, вот рабочая схема, как вариант. Причем, ну, я говорю, что это... Я нигде-то не вычитывал, просто пошел с рулеточкой. Здесь почти весь москвич так построен. Следующее. Пацаны, зацените, что я вырубил на местном сайте барахолки. Я вырубил оригинальные проставки в рессоры. Антискриптные. Смотрите, какая штука. Цена здесь в рублях, но на эстонском. Ну, на это название производственный кооператив шайбы, заменные, сменные шайбы задней подвески. И артикль 100 штук. Запчасти ВАЗ. Почему-то пакетик, но это явно оригинальный пакетик с логотипчиком. То есть нашего местного производства. Прикольно. Потому что я искал их. Кто-то продавал оригинальный по 5 евро, кто-то по 2 за штуку. Я купил за 14 евро 100 штук в целый пакет. Еще и красненькие. Вообще прикольно. То есть это я напихаю. Так, вообще, ребят, у меня оказывается все на месте более-менее, но некоторые подточились. А из интересного я буду переходить на 16 колеса. У меня сейчас 15 стоят. Ну и напоминаю, Вольво мост. Он по 7,5 см с каждой стороны шире оригинала. То есть в общей сложности на 13, по-моему, сантиметров был. И из последнего, то есть у нас там были с вами обсуждения по поводу, что делать. То ли тягу вата ставить, то ли какие-то там тяги. Я думаю, что я поставлю, пацаны, косые тяги вот сюда, добавочные. Вот сюда к лонжерону. То есть вот так вот немножечко наискось. Вот так вот как-то. Надо будет еще это переделать. Тоже набрать эту гадость. И думаю, что они, может быть, помогут мне. Потому что меня позвали в этом году. Ребята пригласили там знакомые. Говорят, Лех, надо ехать на милю. И посмотреть, сколько москвич вообще попрет. С моими настройками. Потому что, ну, ребята, кто занимаются эпилями, мне сказали, что тот мотор, который у меня установлен, его пик 260 лошадиных сил. У меня 277. То есть это такое. Больше максималки условно. И даже есть люди, кто помогут потом. Короче, сказали так. Разлетится мотор, все соберем. Просто очень интересно, сколько может максималка выдавить из москвича. То есть, соответственно, максимальная скорость. Ну и просто на миле интересно будет скатнуться. Развесовка у него вроде нормальная. То есть потенциал есть. Словно по приколу. Довольно интересно это все будет. В общем, такие планы. Если успею подсобрать подвеску, то дерну на милю обязательно. Вот. И еще по поводу перехода на 16 колеса. У меня вообще, пацаны, была идея такая, что может быть найти. У нас на скетч бывает, можно найти там за пару сотен. У меня была идея, как эксперимент, найти москвич на оригинальном моторе, поставить, допустим, какую-нибудь коробку современную, поставить, допустим, вольво-мост такой же и немножечко по колхозе с оригинальным мотором и посмотреть вообще, насколько сильно изменится динамика машины относительно, то есть с оригинальным мотором, но с другими комплектующими. Потому что в оригинале там 4-ступка, все гудит, мост как бы такой не сильно скоростной. Но в свое время, чтобы купить вот этот мост, мне пришлось покупать целую машину. Соответственно, сейчас, во-первых, они сильно подорожали, то есть я покупал когда-то целую машину за 450 евро, целую вольву, снял с нее мост, а, соответственно, вольву сдал на металл. То сейчас меньше тысячи не найти. Ну, как бы кучерявенько получается. Вот, так что эксперименту вряд ли быть. Ну, и народ, который тоже меня спрашивает, я понимаю, что сложно. Сложно как бы найти все это. А вот зацените, получается у меня в данный момент, короче, какие проблемы? То, что открылся мост. Получается, он не блокируется у меня. Хотя по прямой, но, видимо, просто хватает крутяшки. Он так или иначе два колеса срывает. У меня стоит диф, у меня стоит спортивный редуктор. Но почему-то, когда я чуть-чуть ухожу вправо или влево, открывается. То есть это, ну, отстой вообще. Мне даже бубликов сейчас не покрутить. А тем более я хочу как-то поднастроить ее хоть на какой-то минимально управляемый занос. То есть здесь проблема. А по поводу колес. Так как мост шире, колья шире оригинальный, смотрите, сколько у меня тут остается еще до внутренней части лонжерона. Сейчас даже рулеточку возьму. Реносировочно. Раз, два. Сантиметра четыре. То есть я смело могу, ребят, вот на такой уровень, ну, пускай будет на три, на три сантиметра выварить не наружу колесо, а вовнутрь. То есть поставить себе прям вот, ну, хорошие тапочки. Ну и, соответственно, я купил уже комплект дисков для шестнадцатых. Отдали с резиной. То есть это точно такие же диски, только шестнадцатые. Я их, наверное, выварю сантиметр или полтора наружу. И выварю сантиметра... А, ну, три, три с половиной получается вовнутрь. То есть будет такое приличное колесо. Плюс шестнадцатое. То есть у меня скорость и максималка, и, соответственно, каждая передача подувеличится. Вот я даже сейчас хочу накинуть и посмотрим вместе, где она, в какой позиции будет стоять. Да, ну и, соответственно, вот у меня сейчас тормоза будут готовы. Постараюсь быстренько добавить тяги, отремонтировать мост. Да, блин, тут целый список. Мне, кстати, пишут просто в инсту уже многие ребята. Давай за рубу с моим сабом. Давай за рубу с моим форт мустанг. Я бэху сделал. Ну, одну бэху я уже сделал. А другой чел пишет, я сделал бэху. И я тебя сделаю. Ну, мне интересно как бы. Ну, понятно, нет смысла там состязаться. Вы можете там писать, давай там с Теслой мне писали. Ну, блин, ну, Тесла, она там 2 секунды с половиной берет. Ну, это невозможно. Плюс какие-то полноприводные тачки, которые выстреливают там современные дизеля. Ну, я все-таки стараюсь плюс-минус равные соперников, чтобы какой-то интерес был. Так что приходится в темпе вальса быстренько дорабатывать, не теряя время. Каждый вечер. Да, с дисками теперь Марокко вообще будет у меня. Потому что мне надо будет их переразварить, покрасить, сделать ушки. Кстати, кто меня спрашивал, как у меня колпаки закреплены, труба просто, труба была взята, напилены ушки. То есть в оригинале там тоже 3, по-моему, да, 3 ушка просто. Но там идет просто выступ на самом диске. Отмерил, то есть прислонил колпак ровненько, поставил насечки, сделал прихваточки, приставил ушко, защелкнул на эти прихватки, их подогнуло как надо, и, соответственно, их посильнее прихватил, покрасил. И как бы не сильно эстетично, когда колпака нет, но когда ставишь колпак, все оригинал получается. Ой, такой кошмар. Так, что у меня тут, офсет? Центральное отверстие. Что-то мне не нравится. Растачивать надо? Да ты что! Ири. 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 Блин, если линейкой мерить, это непрофессионально. А, даже 65. Есть такое интересное, что с линейкой. Ну да, 65. 65. А тут... Ну да, это у меня точно с Вольво 940 было взято. Старого образца диски. Они в оригинале, с такой полочкой прикольные, а новотипные, без полочки. Не по-пацански. А ну да, явно здесь не хватает. Пацаны, прикиньте, какая срань произошла. Все, только забрал колесо, расточили центр, даже подкрасили. Я не заметил. У нас есть сайт, оки-доки, типа Авито, только наш местный. И там можно продавать что-нибудь, ставить галочку, что возврат не принимается. То есть, у тебя что-то купили, ты кого-то нахлобучил, и через 5 минут тебе звонят, ты говоришь, извините, все, купили. Не проверили. И я не проверил. Потому что, вот одно колесо, вот три одинаковых. В принципе, они похожи. Только это от Форда, а это, не пойми от чего, возможно от Вольво, потому что она подходит. Чел приехал на Вольво V40, видимо, да. У них разболтовка у Форда и у Вольво одинаковая, 5-108. Но центр разный. Может быть, по весам тоже колеса разные, я не знаю. Вот. Хотя я покупал, как вообще от S80, потому что S80, чуть-чуть больше полочка вот эта визуальная. Ну и здесь, кстати, да, здесь. Или, мне кажется, здесь явно полка больше. Даже мне колесу больше нравится, хотя оно не подходит. Но теперь подходит. Теперь мне придется, ну хоть кому-то полезное сделать. Теперь их продам или обменяю. По крайней мере, они уже от одной машины будут. Вот. А сейчас я их накину, соответственно, уже официально. Посмотрю, как колея. Выйду, прокачусь. Ну и дальше разваривать буду и редуктор, и все плюшки, и уже потом будет следующий выезд, прям боевой-боевой, с рабочим редуктором, с нормальными колесами и с нормальными ребятами. А из интересного, пацаны, оказывается, у меня тормоза, полностью все сборы, весь передок, 2140, я уже говорил. Поршня в суппортах и манжеты, и весь ремкомплект от Land Cruiser. Туда же подходят от Toyota Hilux, туда же подходят от Toyota 4Runner. Это прикольно. То есть, я составлю, я на драйве буду обновлять BG свой и сделаю там уже нормально. То есть, по спискам, с ссылочками, то, что я уже сам начинаю забывать столько всяких интеграций. Но это даже прикольно, потому что, хотя бы это современные машины. То есть, у нас от москвича не найти. Ну, очень сложно. Вот. А имея, допустим, мост Volvo из передка нормальные колодки, манжеты и поршня и все обслуживаемое от нормальной машины, это уже гораздо проще. Впоследствии. Че-то оно не влазит. О! Втиснул. Че, выше стало. Ну, арку можно убирать полностью, кстати. Такой отстой вообще. Вообще, говна кусок. Что это такое? Просто сельхоз, колхоз, эдишин, эгнишин. Вообще, пацаны, у меня была изначальная идея, очень неплохая, Бэби Муны 13-е, вставить в 15-й диск. То есть, тоже нехитрая система, сделать ушки и чтобы оно защелкивалось вовнутрь разваренного диска. Туда, поглубже. Ну, вот вы поняли. примерно вот так это должно было быть и выглядеть. В целом, даже неплохо было бы, если сделать разварку побольше и, соответственно, утопить все это дело поглубже. Оно более-менее устанавливается даже. В общем, можете написать, что вы думаете по этому поводу, чтобы вы сделали. А сейчас я вам покажу. Ну, в принципе, просто поедем протестим тормоза. А сейчас, пацаны, время бурнаута. Субтитры сделал DimaTorzok вот так, пацаны. Сейчас еще и пожар будет, не дай бог. Тормозами я доволен. Это единственное. Но мне не нравится теперь все. То, что я сломал сцепление и то, что со второй не срывает 16-е диски. есть большая резина. И сейчас нашли ямку мощную. Кстати, вот на левом колесе нет следов. На правом, точнее, а нет, есть чуть-чуть. Чиркает. Но резина выступает за диска. Я хотел чуть-чуть разваривать. Я, конечно, пацаны не знаю, что делать. Я не хочу делать корч из него, потому что тупо такое оставишь, уже все, просто это, параши. С теми красивых колесами. То ли оставлять пятнашки, разваривать их внутрь. Но мне все равно, когда сажаешь двух человек назад и грузишь его немножко, то чиркает. То ли выносить как-то крылья полностью. Что делать? Я не знаю. Короче, расскажу вам уже в следующий раз, видимо. Так что следите и поддерживайте меня всеми способами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова